Привет! На канале Дача Супер сегодня новая рубрика рукоделия. Сегодня мы будем делать трикотажную пляжу из старых футболок, из которых можно связать различные изделия для дачи. Сумки, коврики, различные чехлы и так далее. Для начала нам понадобятся футболки, ножницы и нитка. Подготовились у нас есть футболки для нарезки, но прежде чем резать хочу показать, что из этого можно сделать. Вот такие, например, маленькие сумочки или косметички. Можно сделать вот такой практически клатч для выхода. Он еще не закончен. Сюда вставить молнию и веревочку и будет такой из черных футболок клатч. Можно сделать вот такую сумку в разных цветах, в разных вариантах. Она вяжется с дна. Чтобы изготовить такие изделия, конечно, трикотажную пряжу можно приобрести. Она продается в магазинах, это сейчас не дефицит. Но можно сделать самостоятельно, тогда это будет практически бесплатно. Значит, у нас есть футболка. Вот так, как она есть. Вот я уже тут начала резать. Мы берем и режем на ленты шириной больше сантиметра, до полутора. Сантиметра до полутора. Вот так по кругу нарезаем. Лучше это делать на даче, тогда вся пыль, все обрезки будут падать и не будет загрязняться помещение. После того, как мы нарезали, мы вот так растягиваем и она превращается прямо в настоящую пряжу. Вот у нас есть, допустим, две части ленты. Мы нарезали. Мы можем их связать. Между собой же их надо соединить обычным узелком. Тогда узелки надо будет внутри изделия. Или мы можем их сшить. Одну в другую закрываем и просто пришиваем. Он никуда не денется и при этом у нас не будет узлов. Таким образом мы потом скатываем губки. Вот. Теперь по поводу вязать. Для того, чтобы вязать из такой пряжи нам необходимы крючки. Крючки большого размера. У меня есть крючок 10 миллиметров, 20 миллиметров. И вот этот есть 7,5. Все зависит от толщины пряжи, которую мы с вами изготовили или которую приобрели. Все мои изделия связаны столбиком без накида. Набираем обычную цепочку крючком и по кругу потом обвязываем столбиком без накида. Если нужно будет в мастер-класс, в принципе, в следующем видео я сделаю мастер-класс, как вяжется именно такая сумочка. Если будет какое-то желание. И так вяжется пока ваша нитка не закончится или в настроении. Из ленточной пряжи можно сделать различные изделия. Например, вот у меня есть коврик большой такой. Покажу сейчас. Сейчас я его сюда. Вот такой. Он лежит на полу. Есть вот такое декоративное панно. Тоже можно сделать. Ну и сумочки я вам уже показываю. Так что, в принципе, экспериментируйте. Наслаждайтесь изделиями, сделанными соединительными руками.